Добрый день. Добрый день. Слово предоставляется шеф-корреспонденту информационного агентства Синьхуа, господину Фаневой Го. Прошу вас. Спасибо. Добрый день, уважаемый Сергей Вникальевский. В текущем году Китай и Россия отмечают 20-ю катакшину подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Здесь информация, что стороны договорились о развитии договора, а также придать ему новое наполнение с учетом реалии новой эпохи. Как вы считаете, в чем заключаются реалии новой эпохи? Китай считает, что у китайско-российского сотрудничества нет пределов и запретных зон, как нет и ограничений для развития. Вы с этим согласны? Ничего вы ожидаете от дальнейшего развития наших отношений. Спасибо большое. Спасибо. В целом, сегодня связи между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией характеризуются и в Москве, и в Пекине нашими руководителями и нашими гражданами, как лучшие за всю историю наших отношений. И я думаю, это абсолютно заслуженная, справедливая характеристика. И в значительной степени эти связи вышли на такой беспрецедентный уровень благодаря договору о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который подписали президент Путин и председатель Китайской Народной Республики Дзян Зимин в Москве в июле 2001 года. Документ, безусловно, исторический. Он заложил политический, юридический фундамент для формирования между нашими странами отношений нового типа, отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия отношений, которые вступают в новую эпоху. И динамичное сотрудничество, которое характеризует наши связи за последние 20 лет, конечно же, говорит о том, что договор успешно прошел проверку временем и зафиксированные в нем обязательства свято выполняются. Обязательство, напомню, заключается в том, чтобы передавать дружбу между нашими народами новым поколениям. Это уникальная правовая формула, которую я, по-моему, не видел нигде больше, кроме как в отношениях между Россией и Китаем. Это обязательство уважать суверенитет, территориальную целостность друг друга. Это констатация отсутствия территориальных претензий и решимость превратить границу между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой в границу вечного мира и дружбы. Это тоже очень необычная формулировка для официальных документов. И это говорит о том, что характер отношений действительно обладает уникальным качеством. И в целом эта модель, модель нашего взаимодействия между Россией и Китаем, она абсолютно свободна от каких-либо идеологических ограничителей. Она носит самоценный характер и не подвержена каким-либо конъюнктурным факторам. И при том она, конечно же, не направлена против какой-либо третьей страны. И это лидеры наших стран неоднократно подчеркивали. И учитывая, что в этом году, как вы отметили, отмечается 20-летие этого документа, уже вот 16 июля будет соответствующая годовщина отмечаться, мы договорились подготовить специальный документ совместно с заявлением лидеров, посвященный этому юбилею, в котором будет отражено дополнительное качество, которое было предано нашим отношениям за истекшие 20 лет. И 28 февраля следующего года исполнится 20 лет вступления в силу этого договора. В июле 2001 он был подписан, а в феврале 2002 он был уже ратифицирован. И мы исходим из того, что когда наступит вот это 20-летие его вступления в силу в феврале следующего года, он в соответствии со статьей 25, которая в нем содержится, будет автоматически продлен на очередной пятилетний период. Мы рассматриваем новую эпоху, о которой вы упомянули, российско-китайских отношений, прежде всего в контексте широкой ситуации, которая складывается на международной арене. Ситуация претерпевает очень глубокую трансформацию, укрепляются новые центры экономического роста, финансового могущества и политического влияния. И, к сожалению, этим объективным тенденциям, тенденциям становления подлинно многополярного, демократичного мира пытаются помешать некоторые западные государства во главе с американцами, которые хотят любой ценой сохранить свое доминирование в глобальной экономике и в международной политике, навязывать всем и вся повсюду свою волю, свои требования. Мы с Китайской Народной Республикой в ответ продвигаем конструктивную, объединительную повестку дня и заинтересованы в том, чтобы международная архитектура была справедливой, демократичной, обеспечивала устойчивость и опиралась на широкое взаимодействие и государств, и их интеграционных объединений, как мы, собственно, и делаем вместе с китайскими друзьями, развивая интеграционные процессы в Евразии. И для нас Китайская Народная Республика – это по-настоящему стратегический партнер, настоящий единомышленник, и наше сотрудничество на международной арене оказывает стабилизирующее влияние на глобальную и региональную обстановку. И мы исходим из того, что наш доверительный, взаимоуважительный диалог должен служить примером для других стран, в том числе для тех, которые пытаются и с Россией, и с Китаем выстраивать отношения на принципах несколько иных, не совсем равноправных. Это неприемлемо ни нам, ни нашим китайским друзьям. И мы будем продолжать выстраивать свою внешнюю политику созидательно, конструктивно, гибко, всегда проявляя готовность к компромиссам, но исключительно на взаимоуважительной основе, на основе поиска баланса интересов. Вот есть ли в нескольких словах, что я думаю о наших отношениях в контексте предстоящего юбилея этого договора. Добрый день, уважаемый Сергей Викторович. В 2021 годах были объявлены годами научно-технического и инновационного сотрудничества между Китаем и Россией. Как и повышен, какие результаты уже достигнуты в рамках проведения перекрестных годов? И какое значение имеет проведение таких грандиозных мероприятий? Спасибо вам. В целом я считаю, что традиция проведения совместных годов, она у нас была начата еще в 2006 году, отражает вот то самое качество отношений между Россией и Китаем, которое вызывает только позитивные характеристики у всех беспристрастных и объективных наблюдателей. С 2006 года были организованы национальные годы России и Китая, как двух стран, такие крупные, год России и год Китая. Одновременно затем состоялись годы русского и китайского языков, годы молодежных обменов, год туризма и другие аналогичные масштабные проекты. Конечно же, их значение прежде всего в том, что в рамках этих годов планируется множество мероприятий, десятки, а даже сотни порой, которые реально способствуют цементированию наших отношений в самых разных областях. Они обеспечивают интенсивные, прямые контакты между людьми, тем самым фундамент, основа нашей дружбы, конечно же, значительно укрепляется дополнительно. И обогащается палитра наших отношений, укрепляется общественные базы, вот я еще это хочу подчеркнуть, российско-китайских партнерских связей. И как раз реализуется в рамках этих мероприятий, реализуется положение договора, о котором мы только что говорили, который предусматривает передачу отношений дружбы, традиции нашей дружбы молодым поколениям. Нынешние годы, годы научно-технического и инновационного сотрудничества проводятся в 2020-2021 годах по совместной договоренности президента Путина и председателя Си Цзиньпина. И старт был дан в августе прошлого года в рамках церемонии, которую посетили и на которой председательствовали вице-премьеры наших стран. И, конечно, значение наращивания обменов в высокотехнологичной сфере сегодня трудно переоценить. Если мы говорим об этих годах научно-технического и инновационного сотрудничества, то планом их проведения предусмотрено более тысячи мероприятий. Это и такие сферы, как робототехника, материаловедение, биотехнологии, информационные технологии, искусственный интеллект, математика, физика, экология, медицина. Но также еще и история языкознания, культура, социология. В общем, множество направлений, практически охватывающих все маломальски значимые сферы, от которых зависит уровень развития современного государства. К сожалению, из-за коронавирусной инфекции большинство мероприятий в рамках этих годов проходят в видеоформате. В прошлом году состоялось более 500 мероприятий, в основном, как я уже сказал, онлайн. Но надеюсь, что в текущем году, а нынешние мероприятия этого года продолжаются, еще около 500 должно состояться мероприятий, мы надеемся. Надеемся, что в нынешнем году коронавирусная инфекция будет отступать, и какие-то важные встречи мы сможем провести и в очном формате. Кстати, в рамках этих годов целый ряд мероприятий, конференций был посвящен обмену опытом по борьбе с коронавирусной инфекцией. Так что и здесь у нас очень тесные взаимодействия, которые начались с самых первых сообщений о появлении этого вируса. Тут же была проявлена взаимопомощь, мы оказывали содействие китайским друзьям, затем они помогали Российской Федерации. Так что, я думаю, это, еще раз подчеркну, пример для подражания для любых стран, когда они выстраивают отношения между собой. Ледиа корпорации Китая, господин Ван Винь, прошу вас. Здравствуйте, уважаемый Сергей Викторович. США и их союзники все чаще стали прибегать к тачке или попытке в вмешательство внутренних дел других стран. И впоследствии происходит нарастание беспочвенных санкций со стороны Вашингтона. И совсем недавно мы все слышали такие неожиданные лексические выражения уже из уст главы Белого дома. Как Вы считаете, в таких условиях, каким образом современная дипломатия могла бы наиболее активно реагировать на такие односторонние шаги со стороны Запада? Спасибо. Это очень важный вопрос, потому что я считаю главным инструментом действий США, но не только США, а Запада в целом на международной арене, именно санкции. Они, по большому счету, разучились применять классическую дипломатию. Дипломатия – это отношение между людьми, это умение слушать друг друга, слышать друг друга и умение находить балансы интересов. Это ровно те ценности, которые в дипломатии продвигает и Российская Федерация, и Китайская Народная Республика. Когда же разговор на дипломатическом, политическом уровне приобретает характер ультиматумов, и от партнера ждут исключительно признания своих ошибок, так сказать, и согласия на выдвигаемые требования, это не дипломатия. И наши западные партнеры, которые такими методами пользуются, как только они встречают вежливый отпор, они тут же переходят к санкциям. Это вот манеры, которые, к сожалению, укоренились в Соединенных Штатах. Началось это еще с администрации Обамы, продолжилось в рамках четырех лет, когда президент Трамп руководил Белым Домом. И сейчас мы наблюдаем те же инстинкты, проявляемые уже новой администрацией. То, что санкции ни к чему хорошему не приводят, видно на примере Европейского Союза, который пошел по той же дорожке, объявил санкции против Российской Федерации по вымышленным предлогам, обвиняя нас в том, что никто никогда не доказал и даже ни единого факта нам не предъявил. Но вы слышите, как сейчас европейский бизнес высказывает недовольство тем, что он несет убытки. А тем временем нишу, которую европейский бизнес имел на российском рынке, занимают другие страны, которые руководствуются своими национальными интересами, интересами развития своей экономики, интересами поддержки бизнеса, а не интересами наказания кого-то за что-то. Наказывать на современной арене международной кого бы то ни было вообще неправильно. А уж пытаться подходить с таким аршином к России и Китайской Народной Республике, это просто неумно, я бы так сказал. Сейчас санкции особо остро ощущаются в развивающихся странах, в бедных странах, в условиях, когда пандемия, конечно же, серьезно осложнила возможности государств обеспечивать нормальную жизнедеятельность своих граждан. И не случайно генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш, а вслед за ним Верховный комиссарон по правам человека Мишель Бачалет выступили с предложением заморозить санкции, санкционные режимы и сделать из них изъятие для товаров, которые необходимы для обеспечения населения в условиях коронавирусной инфекции. И полностью проигнорировали наши западные коллеги эту инициативу, равно как они проигнорировали и предложение президента Путина, которое он выдвинул в рамках видеоконференции, видеосаммита «20-ки» весной прошлого года, о том, чтобы в рамках международной торговли были созданы зеленые коридоры, свободные от санкций и других искусственных барьерах. Мы вместе с Китайской Народной Республикой, с большим количеством других единомышленников твердо ставим этот вопрос на международных площадках, включая ООН. Там принято немало резолюций, которые объявляют нелегитимными односторонние экономические и прочие санкции, которые вводятся в обход Совета Безопасности ООН. И особенно те меры, которые имеют экстерриториальный характер, когда Соединенные Штаты вышли из иранской ядерной сделки, которую сейчас пытаются реанимировать, но когда они выходили, они же не просто прекратили выполнять свои обязательства, они всем остальным странам запретили выполнять резолюцию Совета Безопасности ООН. И то, что на Западе в целом это воспринималось как, ну что делать, вот так Соединенные Штаты решили, конечно, хорошо бы они продолжали выполнять резолюцию по иранской ядерной программе, но вот это реальность, это нереальность, это грубейшее нарушение международного права, это демонстрация полной недоговороспособности государства. И я надеюсь, что сейчас администрация США, которая изъявила желание вернуться в ядерную сделку, она выполнит это свое намерение. Но в любом случае инициативы, которые направлены на изъятие из международной жизни такого нелегитимного инструмента, как односторонние санкции, я считаю, они заслуживают всяческой поддержки. Вот сейчас, например, в ООН Венесуэла выступила с предложением создать ассоциацию, такую коалицию против односторонних принудительных мер. В ООН, кстати сказать, есть специальный представитель, специальный докладчик по вопросам преодоления односторонних санкций. И докладчик выступает с очень взвешенными объективными оценками, поэтому, мне кажется, вот такого рода инициативы должны поощряться, и мы должны формировать максимально широкую коалицию стран, которые будут принципиально противодействовать незаконной практике, о которой мы сейчас говорим. Но и параллельно, конечно же, нужно укреплять свою самостоятельность. Вы видите, как те же США объявляют задачу ограничить возможности технологического развития и Российской Федерации, и Китайской Народной Республики. Поэтому нам нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, которые альтернативны доллару. И, конечно, нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем. Жизнь заставляет нас выстраивать свою линию в экономическом развитии, в социальном развитии таким образом, чтобы не зависеть от тех причуд, которые демонстрируют наши западные партнеры, продвигая свою идеологизированную повестку дня, которая нацелена на то, чтобы попытаться сохранить свое доминирование за счет сдерживания развития других стран. Это политика, которая идет вразрез с объективной тенденцией, и она на неправильной стороне истории, как было принято говорить, и все равно исторический процесс возьмет свое. Телевидение «Феникс» господин Лу Югуан, прошу вас. Здравствуйте, уважаемый Сергей Викторович, телекомпания «Феникс». Сегодня для «Феникс» юбилейный день отмечается 25 лет. Прежде всего, от имени нашего родовского телекомпания «Феникс» хочу выразить и признательность вам, и теплотанную информацию, и часть «Вид России» за внимание, работу и помощь. У меня такой вопрос. Как вы оцениваете перспективу введения проливочных паспортов и турнического обмена между Китаем, Герой, Азием и Европой? Спасибо. Да, ну это действительно сейчас такая актуальная тема. Все пытаются определить пути продолжения нормального функционирования стран, народов, граждан в период, когда коронавирусная инфекция еще остается достаточно серьезным вызовом для многих регионов мира. И обсуждается в этом контексте и в Евросоюзе, как вы слышали, конечно же, обсуждается тема использования так называемых прививочных паспортов. Я помню, что на саммите группы 20 в ноябре прошлого года председатель Си Цзиньпин выдвинул инициативу о разработке таких электронных паспортов здоровья для международных поездок. Мы видим, как соответствующие шаги предпринимаются в Китайской Народной Республике. Изучаем мы ваш опыт, изучаем мы подходы, которые демонстрируют другие страны к этому вопросу, в том числе в рамках Евросоюза. Нам кажется, что тут важно дополнительно взвесить и оценить все аспекты этих инициатив, соблюдая принцип добровольности вакцинирования, соблюдая, конечно же, равноправный подход с тем, чтобы возможные инновации этого рода в той или иной стране были взаимно приемлемыми. Иначе мы будем создавать разделительные линии. И, конечно же, нельзя допускать, чтобы наличие или отсутствие такого сертификата, я не хочу называть его паспортом, чтобы наличие или отсутствие такого сертификата ущемляло права человека и права, если так можно выразить, права путешественника. Люди много ездят, это уже данность, новая реальность международной жизни. И, кстати, насколько мне известно, Всемирная организация здравоохранения пока не высказала своего окончательного мнения по поводу таких паспортов или сертификатов и придерживается весьма сдержанного подхода. У нас, если брать наш опыт, который, повторю, наш подход в стадии формирования, но достигнутый на данный момент опыт, он следующий. И вы, если сделали прививку, вы можете оформить сертификат вакцинации и в бумажном виде, и в электронном виде. Эти данные заносятся в федеральный регистр вакцинированных граждан. И такой документ на данном этапе, его значение в том, что он подтверждает, что вы были вакцинированы, получили соответствующий препарат. Но для того, чтобы этот документ применять в иных целях, мы пока еще не дошли и пока еще взвешиваем, как я сказал, все аспекты этой инициативы. И, конечно, у нас с Китайской народной республикой очень крупные туристические обмены. Последние годы они значительно возросли. В 2019 году, когда еще не было пандемии, почти 2 миллиона граждан Китая побывали в Российской Федерации. Ну и, естественно, коронавирус нанес серьезный ущерб туристическому бизнесу, туристическому сектору. Но я убежден, что по мере нормализации эпидемиологической обстановки, а такая тенденция уже налицо, мы сможем совместно сделать все необходимое, чтобы поскорее открыть границы и восстановить взаимные поездки. Для этого, конечно же, нужно отменить, постепенно, может быть, смягчая постепенно. Но в конечном итоге требуется отмена действующих сейчас строгих карантинных ограничений. Уважаемый Сергей Викторович, здравствуйте. Как вы знаете, что многие китайцы любят русскую литературу и искусство. И они приветствуют русских друзей приехать в Китай, чтобы могли поближе познакомиться с восточной цивилизацией. И мы знаем, что обмен в области культуры и образования между Китаем и Россией серьезно пострадал от пандемии с прошлого года. По вашему мнению, какие конкретные меры должны и могут принять, чтобы как гуманитарный обмен вернулся на прежний уровень? Спасибо. Да, ну, я только что отвечая на предыдущий вопрос, сказал, что для возобновления туристических обменов требуется принятие решений о снятии карантинных ограничений. В образе образования, как конкретно. Ну, это... Сейчас просто много... Я понимаю. Китайские студенты, да, собираются приехать в Россию учиться. А из-за этого они не могли приехать. Ну, так же, как и российские граждане не могут приехать в Китай, пока эти ограничения существуют. Здесь министерства иностранных дел играют далеко не первую роль. И первая скрипка принадлежит здесь нашим здравоохранительным структурам, правительствам наших стран и вице-премьерам, которые отвечают за здравоохранение, за санитарное состояние. Конечно же, эпидемия внесла коррективы во все сферы наших контактов, в том числе в гуманитарной, культурной сфере, в образовательной сфере. Мы сейчас постепенно восстанавливаем учебу в университетах. И иностранные студенты тоже постепенно возвращаются. Но здесь в каждом конкретном случае решение принимает руководство университета в консультации с соответствующими службами здравоохранения. Зависит от региона, где находятся высшие учебные заведения. И зависит, конечно же, от того, какая ситуация в той стране, откуда к нам студенты приезжают. Но вот у нас, в принципе, конечно же, лишь в январе прошлого года у нас были культурные мероприятия, которые прошли в очном традиционном формате. Все остальные концерты, выставки, конференции проходили в режиме онлайн. Это тоже хорошо, но, конечно, это никогда не заменит личные контакты, личное общение. Я рассчитываю, что в самое ближайшее время мы сможем постепенно возвращаться к нормальному взаимодействию. И в этой сфере тоже. У нас, кстати, уже с китайскими друзьями согласован план мероприятий на ближайшие пару лет в сфере гуманитарной. И в этом плане мы постарались подстраховаться и предусмотрели возможность учета эпидемиологических ограничений. Но будем стремиться, конечно, максимально проводить эти мероприятия в очном режиме. Я говорю о документе, который уже подписан. Он называется программа сотрудничества между министерствами культуры России и Китая на 20-23 годы. Он начал реализовываться в прошлом году и сразу столкнулся с этими сложностями. Но я убежден, что, во-первых, мы продолжаем культурные гуманитарные контакты в режиме онлайн. А во-вторых, готовимся к их возобновлению в традиционном формате. Спасибо.